Всем привет, я Элли Ди, вы смотрите канал Элли Ди онлайн, подписывайтесь на него прямо сейчас, здесь видео выходит сейчас каждый день, они такие разные, просто жесть, например, вчера я была одна на балконе ночью, отвечала на ваши комментарии с предыдущего видео, и здесь я не одна, конечно же, со мной Спарти, Кирилл, Да, также в моем телеграм-канале я каждый день общаюсь с вами, мои дорогие подписчики, ссылка в описании под видео, давайте и там тоже общаться, сегодня мы решили снять этот ролик, ну, как бы ролики выходят каждый день на Элли Ди онлайн, пока мы ждем выхода сериала, мистического сериала на канале Элли Ди, продолжаем я с Элли Ди, сегодня мы решили, короче, снять видео в бассейне, в бассейне, в котором могут пользоваться все жильцы дома, где мы сейчас живем, мы сняли квартиру на месяц, и в Дубае все так устроено, мы находимся сейчас в Дубае, если вы не знаете, что в каждом жилом комплексе есть бассейн, тренажерный зал, в каждом доме, да, бассейн, тренажерный зал и паркинг, то есть не нужно вообще покупать какие-то абонементы на фитнес, это все, как бы, находится на отдельном этаже в каждом доме, весной, когда мы были в Дубае, мы жили в другом доме, но там все то же самое, здесь, ну, мне кажется, практически во всех домах такое, конечно, где-то что-то получше сделано, Кирилл, помогай, где-то поскромнее, но вот сейчас мы пришли сюда в бассейн общественный, и машинка спарташного упала на дно, и здесь никого нет по факту, время 6 часов вечера, уже только что случился закат, и здесь по факту сейчас никого нет, то есть мы, ну, кроме, кроме, короче, этого телохранителя, хотела сказать, кроме спасателя Малибу, который будет спасать, если мы тут начнем тонуть, по факту, ну, как бы, представьте, на нас троих вот такой огромный бассейн, почему-то никого здесь нет, но на самом деле просто люди так разрозненно приходят, иногда, конечно, есть, иногда нет, но можно вот просто спуститься реально, типа, из квартиры, посмотреть, есть тут кто-то или нет, подняться, взять шмотки и пойти поплавать реально одному, то есть здесь жизни способствует здоровому образу жизни. И здесь не только один большой бассейн, еще и там дальше детский, а еще джакузин. В этом видео я вам все покажу, точнее, давайте я покажу вам прямо сейчас, все ждать. Короче, здесь есть еще детский бассейн, я постепенно пойду. Гудина, кстати, взрослого бассейна, в котором мы сейчас, ну, я везде достаю дно, у меня рост метр 65, я везде достаю дно ногами, даже не смотря на это, здесь есть спасатели, которые, видите, бдит, ходят и бдит. Вот, и помимо этого здесь есть еще кое-что, давайте я сейчас разверну, покажу. Ну, как бы вот такие лежачки, естественно. Здесь есть джакузи, оно теплое, где-то тут 35-36 градусов, градусник висит, там на кнопочку нажимаешь, включается буль-буль-буль-буль-буль. Хотите, я залезу? Хотите, я залезу? А что нет, давайте я залезу, вам покажу. Сейчас. Оно такое горячее после бассейна, ее красоты, цветочки плавают. Вот, смотрите, вот здесь есть вот такая потайная кнопочка, я не знаю, многие здесь знают, что она есть или нет. Нажимаем, и начинаются пузырики вот такие. Ну, и примерно это буль-буль-буль-буль-буль-буль продолжается примерно минут, наверное, 10. Затем сеанс окончен. Ну, можешь как бы продолжить, естественно, но можно и не продолжать. Да, да, там висит градусник, вот такой хирюх, мне кричит помогать. Давайте покажу вам. Так, так. 35,5 градусов, вот такой вот плавочек висит, 35,5 градусов. Во взрослом бассейне тоже такое висит, надо посмотреть, сколько там, но если раз мы смотрели, было 26. Во взрослом. Еще есть детский бассейн, пойдемте, я вам покажу. Ну, сейчас, да, вот здесь есть столы вот такие, и мангал. Мангал можно приготовить, то есть спуститься сюда типа с мясом, пожарить здесь все, что хочешь. Их тут несколько, вот тут три печки, скажем так, три мангала. Можно покушать за этим столом или унести к себе в квартиру. А это детский бассейн, он, ну, он мелкий совершенно, как бы, как вы понимаете. Вот здесь вот должна была выливаться вода, но отключена, а сверху вот такие штыри, чтобы птички не садились никак или в бассейн, соответственно. Вот такой детский бассейн. Пойдем в детский бассейн. Блин, я хотела по взрослым поплавать. Смотрите, короче, в детском 30 градусов, во взрослом 26. Да я уже сказала, давайте пойдемте в взрослый. А то что, мы маленькие, что ли, с вами, алло. А бассейн разливной, то есть вот такая вот сеточка. Из-за этого он всегда чистый. Ой, после джакузи как-то, блин, прохладно. Но это так кажется только, конечно же. Сейчас очень хорошая погода. Сейчас 33 градуса. И ночью эти градусы практически не падают. Поэтому можно прийти сюда и поздно вечером, когда здесь уже темно, и плавать, пожалуйста. Ну, как бы не холодно, хорошо. Сюда прямо долетели капли. Спортаж играет здесь с игрушками, никого нет. Можно вот прям реально. Я на носочку хожу по бассейну и вам все показываю. Получается как? Этот бассейн, он, это как бы, естественно, общественная зона. И она рассчитана здесь на два дома. Потому что здесь две башни твинские такие. Еще есть, короче, у спасателя вот такая вот спасательная лестница. Я не знаю, это типа что. Пересчитывать людей, типа, чтобы меньше не было. Хе-хе-хе, случайно. С ножками, ножками. Спартак учится плавать. С ножками. Уже я вам покажу на канале. Прогресс. Хотите, я вам покажу луну? Покажу луну. Вот такая сегодня луна. Очень сейчас будет три жарких дня. Особенно завтра, послезавтра. Вообще будет плюс сорок днем максимум поднимается температура. Из-за этого очень влажно. Вот сейчас влажность рассеялась. А так, блин, бывает очень влажно, как туман кругом. И не видно ни луны, ни зданий, ничего. Но вот сейчас как-то вот с закатом подрассеялось все. Ничего так, нормально. И почему-то вот мы сейчас рили здесь одни, ребят. Вот я не знаю почему. Мы сюда приходим каждый день. Ну вот один раз. То есть я, естественно, как бы... Обычно мы не болтыхаемся, а просто один из нас. То есть я или Кирилла сидит, ну как бы играется в партии. А второй в это время быстро проплывает этот бассейн. Он сколько там? 25 метров или 20 длина? 25. 25 метров длина бассейна. То есть один со спорта, а второй быстренько чик-чик-чик проплыл. Позанимался спортом таким образом. Ну, знаете, небольшая зарядка никому не повредит. Я вот еще раз акцентирую внимание. Проживание здесь, вообще в принципе в Дубае, оно способствует очень здоровому образу жизни. Потому что у тебя уже включено, как бы, грубо говоря, в пользование бассейн, тренажерный зал. Те как бы вынуждает это пойти позаниматься. Хоть, блин, поплавать, хоть что-то. Поплавать. Ну, и, наверное, еще то, что в Дубае все ведут здоровый образ жизни. Потому что здесь запрещен, например, даже алкоголь. Ну, как, вот, типа, говорят, что можно, типа, его пить дома, но нельзя, но его, типа, нигде не купишь. Я не знаю, я просто этим не интересуюсь. Я про то, что все способствует здоровому образу жизни. Это прикольно. Это то, что нужно, особенно если, типа, с ребенком здесь живешь. Короче, вот как-то так. И не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал. Я там тоже каждый день. И я снимаю там сюжеты. Не сюжеты, как это назвать, кружочки. Но это, типа, сторисы. Вот, я пробовала, конечно, продолжать вести Инстаграм, но вот как-то не очень мне это приглянулось. Мне нравятся все 10 телегий. И публиковать на Ютуб придем. Давайте поднимем, посмотрим, что делают там мои. А ты, кстати, еще вон там не была. А что там? Да, вон там не была. Вон там, какая-то, какая-то, какая-то. Еще здесь есть детская площадка, ну, открытая. Там всякие лазилки, не знаю. И вообще этот дом находится в парке. То есть, в принципе, можно выйти за пределы, как бы, вот этой резиденции и пойти погулять по парку. Причем этот парк, он pet friendly. То есть, там можно гулять с собаками. Вот. Я надеюсь, что мы сюда переведем джинночку. Сейчас многие спрашивали предыдущие видео, где джинно. Она с моей мамой осталась в Москве, пока мы обосновываемся здесь. И потом мы попробуем ее перевезти, потому что перевезти животное в Бубай, это не совсем то, как мы раньше путешествовали. Здесь совсем другие правила. Совсем другие расценки. Короче. Обзоры вот этой квартиры и всего, что есть, мы, конечно, снимем на каналы людей. Да, обзоры квартиры и всего, что есть, мы снимем на каналы людей. Обязательно. Ну что, ты там сказал что-то посмотреть на меня? А почему я не видела? Не видела подписывайся в потоке. Да я уже два раза пригласила. Тереха, сейчас подойдем. Так. Ну что? Не, мне нормально. А что это такое? Там нельзя же плавать. Там никакого нет. Ну да, видите, здесь тоже какая-то зона такая интересная. Фортанчики что ли, или что? Ну вот как-то так, очень так все ухожено. Видите, какие-то цветущие кустики постриженные. Мы вчера видели садовник здесь, их стрит. Слышите? Я не знаю, что вы сейчас слышите или нет. По мечети призыв к молитве сейчас я слышу. Я не знаю, слышно ли вам. Ну вот, в общем, вот такая еще зона интересная. Я не знаю, это... Можно по ней гулять с нам или нет? Мне, в общем-то, никогда туда не попадало. Очень странно. Вот такой вот огромный бассейн, общественная зона. Кстати, по поводу комментариев и по поводу вопросов. Периодически в своих видосах на канале Эльдио Онлайн я буду отвечать на вопросы ваши. Вот как в предыдущем видео. То есть я буду прямо брать предыдущий ролик и идти по комментариям. Поэтому в описании под этим видео оставляйте ваши вопросы, суждения, комментарии. И, возможно, именно в следующем ролике я сяду отвечать на вопросы. Мы еще снимем обязательно ночь на балконе еще разок. Там, когда будет более-менее хорошая погода, будет все хорошо видно. В каждом ролике мы постараемся на Эльдио Онлайн показывать что-то новое. Ну, как бы стараться не повторяться. Я надеюсь, у нас это получится. И увидимся с вами в новых роликах на канале Эльдио Онлайн. Ждем сериал на канале Эльдио. Следим периодически, поглядываем на тех, кто на телегу подписан. И на онлайн точно не пропустят начало. Потому что я вам скажу. Я скажу, например, о, ребятки, сегодня мы затрудним баннер. Ну, мистический сериал. И там можно будет уже много всего посмотреть. Или там трейлер сериала. Новый сериал Ярты Эльди. Мы были на острове Духовка и так далее, так далее. И вы, конечно, не пропустите, если будете подписаны на Эльдио Онлайн и на телегу. А ты реаниментальный зал покажешь? Ой, наверное, нет. Давай в следующем видео. А пока что мы с вами прощаемся. До завтра. Подписывайтесь на канал. Увидимся в новых роликах. Пока!